Вопросы нашей братской Украины Вопросы нашей братской Украины Вопросы нашей братской Украины Вопросы нашей братской Украины Ну и я, разгрешный координатор изборского клуба Новосибирска, Петренев Евгений Николаевич. То, что происходит сегодня на Украине, это такой вопрос, который не оставляет равнодушным никого. Но мы решили посвятить наш разговор не обсуждению текущих событий на Украине, которые каждый грамотный человек прекрасно может наблюдать в интернете, может все просматривать, оценивать, аналитически исследовать. И я думаю, на это время мы можем отвлекаться, конечно, на некоторые события по ходу разговора, если будет необходимо. Но хотелось бы поставить вот такую тему, которая касается в обсуждениях политологических сегодня в России, но никто ее особо конкретно не исследует. Тема примерно звучит так. Это совместимость нашей русской цивилизации с нашими братскими народами. Со всеми. Это украинцы, белорусы, русские. А может быть мы одно и то же. Как говорят многие, я считаю, самые разумные политики и политологи, и аналитики, насколько эта русская цивилизация имеет единую историческую линию, как получилось так, что эта цивилизация имела исторический разлом, приведший вот к такой картине, которую мы сегодня наблюдаем. Я попросил бы, вот люди здесь довольно всеграмотные, несомненно мыслящие, анализирующие ситуацию и несомненно читающие, я бы попросил не стесняться и касаться самых таких глубоких исторических картин, где каждый, кто считает нужным, какую-то точку найти и указать. Вот с этой точки произошло то-то, то-то. Вот эту точку надо рассмотреть. Потому что то, что сегодня происходит на Украине, всем понятно, что там перевернули историю с ног на голову, ну тут просто как бы даже обсуждение не подлежит. Но люди, которые живут в нормальном разумном поле, они могут нормально, разумно оценивать. Ну, приступим тогда, Сергей Алексеевич. Я вам представлю слово. Спасибо. Ну, прежде всего, конечно, вы правы. У нас очень тесные братские корни с русским народом, и тем, как сказать, обиднее вот это все, то, что у нас сейчас творится на Украине. Или в Украине, если правильно говорить. Да, вы украинец, говорите в Украине. Да, в Украине. Кто-то будет... То, что у нас творится в Украине, ну, мы, конечно, я вот, допустим, родился здесь, в Новосибирске, но я себя чувствую все-таки частью своего народа. Прежде всего, у меня лозунг такой. Украина там, где живет украинец. Это моя Украина, по сути сказать. Но дело в том, что то, что сейчас творится на Украине, это как бы не, я считаю, это мое личное мнение, конечно, то, что это не то, что там исторически какое-то там заложено или что-то такое. Просто, как вам сказать, есть такая древняя украинская пословица. Понадерутся, а у холопов чупы трещат. Дело в том, что все это не глубоко исторично, все это довольно-таки просто и прозаично. Почему просто и прозаично? Просто делятся опять недра, территории, а люди при этом, живые люди, страдают. Понимаете? Потому что вот этим олигархам и вот этим вот людям, которые обладают очень большой властью, тот же самый Владимир Владимирович Путин, понимаете, они мне напоминают порой вот этих людей, я много видел таких людей, знаете, которые считают, что они уже достигли все, что они чуть ли не полубоги. Полубоги, понимаете? И вот это люди ведут себя в машину, подрезают людей, понимаете, то есть подрезают вот эту машину и прочее, потом через некоторое время узнаешь, что этот человек разбился. Потому что нельзя себя так вести на дороге. Так и вот наша сейчас нынешняя политика российского руководства напоминает мне вот это вот, вот это чувство, понимаете, чувство вот полубога, что у человека кажется, что ему все можно, что он всего достиг. Он может ставить пример министра абсолютного дурака в России, понимаете, на котором даже смеются, может ставить министра обороны такого, от которого чуть-чуть от армии российской почти ничего не остается, понимаете. Ну, и вдруг сейчас ради рейтинга, то есть у которого рейтинг, вы сами понимаете, что этот рейтинг, по сути сказать, оплачен русской и украинской кровью. Потому что та ложь, которая льется сейчас, вот средств массовой информации порой иногда, вот по телевизору я говорю, я уже жене говорю, это сериал просто, натуральный. Ну, ты еще начнешь включаешь сериал, ну, и говорит, тут, говорит, с палками стоим, потом узнаешь, что теперь вертолета подбили. Каким образом? Палкой можно подбить вертолет. Скажите мне. Если низко летел, да, не понимаете. Подождите. Но я говорю, палкой подбили вертолет. Значит, там есть оружие. Показывают людей вооруженные, которые захватывают здание ФСБ. Каким образом? А потом я узнаю. Я узнаю. Безбелу. Да. Нет, ну да. Безбелу. 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 Да, ну да. Службу беспеки в Украине. То есть тот же самый ФСБ. Только украинский. Но они захватывают арсеналы, оружие. Так, то есть я... Ну да. То есть, понимаете, стало быть, кому-то все это надо. Кто-то в эту войну информационную ведет, кто-то вкладывает в нее огромные деньги, кто-то вкладывает деньги в тех людей, которые захватывают все. Вот, знаете, как нам рассказывали, силы самообороны Крыма у нас встали там в Армянске. Помните, когда показывали их еще, назывались «Зелеными человечками»? Ну, это люди, которые выполняли свой приказ. Я понимаю их чисто человеческие. Но это эти люди, потом я узнаю, это вот наши с Берцка, там оказывается были, с Юрги. Он нам расскажет, что это вот эти войска, которые там и были. А потом, в итоге же, этот же президент, который говорил, что эти войска там и были, признается при всех, что это были наши войска. Хотя, долгое время это отвернуло. Ну, понимаете, конечно, извините, немножко... Я понял. Но это правда, мне хотелось бы, вы понимаете. Значит, Сергей Алексеевич, вот мысль такая у вас прозвучала. Я хотя предупредил сразу, что не хотелось бы сейчас переходить на текущие события, нет, на текущие события, которые происходят. Хотелось бы... Но мы исследуем и тогда, и текущие события, и исторические вопросы. Значит, ваша мысль такая. Значит, то, что происходит, это благодаря действиям российского правительства, и то, что сейчас там происходит, и то, что наши средства массовой информации показывают, это ложь. Российского олигархата, я бы сказал. Ложь российского олигархата. То есть, ваша такая позиция? Да. Ну, понятно. Я добавлю, что та ложь настолько примитивная, что когда я смотрю телевизор... Российская? Российского телевизора. Да, российская ложь. Да. К сожалению, у нас украинское телевидение не так уж показывает. Так вот, я хохочу, потому что я не понимаю этих профессионалов. Может быть, вокруг меня 99% населения, ну, как бы, помягче его охарактеризовать, тупые люди, совершенно безграмотные, которые не знают ни истории, которые не интересуются, как живут соседи, только вот они, высшая раса, мы уже знакомы с такими историческими прецедентами. Они, высшая раса, это... Москвичи. А, москвичи. Ну да. Московиты. Они даже не России. Москали. Да, москали. Так вот, это имеет исторические корни. Вот это вот, вот это ложь, это ненависть к окружению, вокруг нас всегда враги, и против врагов надо держать порох сухим. Чем оборачивается это? Я свидетель танковых боев, когда я сидел между двумя перестреливающимися позициями, вот, я могу кое-что уже жестко судить. А где? Москва. На Украине я в то время был. Вы завели те сомнение? Кто в это возобновил? Нет, это, ну, грубо, почти 70 лет назад. А, то есть война. Даже поможем. С одной стороны, 4-я танковая армия во время войны. Эрика Мария фон Реминский Вы хорошо выглядите, даже если вы были подростком. Да, старался. Значит, с другой стороны, 4-я танковая армия маршала Рыбалки, они друг с другом ведут профессиональную работу, а я, а я живая частичка этого, этой страны, этого человечества, должен смотреть и слушать этих, я не знаю, как их назвать. Ну, по-вашему, причина там в том, что параноики между собой схлестнуты на вашей территории, в вашей Украине. И с той, и с другой стороны ложь была чуть, может быть, больше нынешней. Вы это помните? Да, конечно, я прожил советское время, я знаю, как лгал Сталин, и как над ним народ смеялся, и как лгал Гитлер, и как народ мои, ну, как бы сказать, односечане, как они смеялись над этими двумя клоунами. С одной стороны Геббельс, мастер, бессмертное его, так сказать, дело продолжается. С другой стороны российское средство массовой информации. Народ в лице молодежи распивал частушки. Я не постесняюсь, приведу. Конец февраля из-под земли уже у нас на Украине выходят цветочки, листики. Я выходу погулять, встречаются более старшие пацаны, которые уже в культуру набрались, и спрашивают меня, ты хочешь частушку послушать? Я хочу. Так вот, слушай, едет Гитлер на коню, Сталин на собаке, Сталин каже догоню, Гитлер каже в сраце. Проходит буквально неделя в наше село, поселок Заводской, ходят танки, Красная армия отходят. Вот, я очередной раз вихожу на улицу, уже цветы вовсю, и пацаны поставщи меня учат культуре, чертушку. Хочешь послушать, чертушку? Конечно, хочу. Про коня? Ага, про собаку? Ага. Йде Сталин на коню, Гитлер на собаке, Гитлер каже догоню, Сталин каже срацей. отношение народа к этим противоборствующим вождям с их армиями. Сколько немцы сложили голов из-за своего параноика? 4,5 миллиона погибло в боях. Ну, чуть побольше еще дополнительно. Ну, скажем, 5-6 миллионов. Не 6,5. 5 разнее. 5-6 миллионов. цифра, конечно, примерно. Сколько погибло людей под руководством второго социалиста товарища Сталина Иосифа Виссарионовича? Вы какие цифры знаете? Скажите, навскидку. Значит, по оценкам Кривошеева, да, генерал Кривошеев провели исследование в Великой Отечественной войне. Да, 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 по спискам безвозвратных потерь боевого состава что-то около 8 миллионов. А общие 28 нет. Мы говорим о боевых потерях. приведены немецкая сторона, наиболее авторитетное вот я считаю исследование это генерала Кривошеева насколько есть и другие не менее авторитетные. оно как бы полис там что-то около 8 миллионов. Так вот с советской стороны называют цифры. Товарищ Сталин называл 7 миллионов, Никита Сергеевич 20 миллионов. Сейчас цифра колеблется в пределах от 26 до 27 миллионов. Я обращаю внимание, я говорю про боевые потери, то есть на полях сражения немецкая. сражения даже товарищ Сталин назвал 7 миллионов. Ну исследования показывают, что немножко побольше. Конечно. В вашем случае цифры сравнивают. Потому что вы привели цифру немножко пониженную, потому что потеря немцев 7-7 с половиной и около 8 миллионов. Наша традиция, наши статистики бессмертна. Так что и ваши цифры это не мои цифры. Это исследования, которые вы привели в течение нескольких лет. Довольно авторитетно исследований. Есть ложь и есть статистика. Так вот эти корни российской экспансии, не российской, а российской экспансии, они привели к тому, что на Западе рос такой же раковый противовес. И я присутствую здесь, пользуюсь случаем, чтобы вам в живых картинках показать, как оно реально выглядело. Анатолий Павлович, вопрос по ходу. Раз хотите показать, как реально выглядело, тогда вопрос по ходу. Вы сказали, что ложь была и со стороны геббельсовской пропаганды, и со стороны сталинской пропаганды. Можно один-два конкретных примера лжи со стороны сталинской пропаганды, которую, допустим, вы считаете такой яркой? Яркой. Я начну с гитлеровской пропаганды. Ложь геббельсов для сравнения. Хорошо. Для сравнения. Значит, во время немецкой оккупации в нашем районе издавалась газета, где, как бы сказать, рекламировались достижения немецкой науки и техники. И эти достижения во многом оказались оправданными. Когда красноармейцы возвращались из Германии, привозили с собой фотоаппарат, часы, маршалов привозили вагонами офицеров, чемоданами, солдат, что на себе унес. Очень много было принесено. Если мне память не изменяет, то процентов 40 послевоенного ставничного парка Советского Союза это были тропеи вечно эти сами достижения. И немецкий редактор с такой характерной фамилией Соколов призывал всех украинцев в нашем регионе призывал ехать в Германию и приобщаться к цивилизованному миру, осваивать новые профессии. Моя крестная мать попала под этот каток. Родная мать удрала из вагона. Двою родная сестра, она постарше меня лет на 10, там трудилась. Крестная мать заработала раб печени, дядя там же заработал травму головы. Приехал калекарь немцы. Но они как-то их насильно взяли или они поддались на уговор этого Соколова господина? Объясняю. Это делалось в военное время, по законам военного времени. И тут особых, как говорится, разговоров не было. Приходили, сообщали, если человек физических дорог, значит, ему говорили либо сюда, либо туда. Подобная картина происходила в 1946 году, когда из наших сел вывозили добровольцев в Донбасс на шахты. Кто прятался в лес, кто куда удирал, всех находили и годных, пригодных вывозили туда. Вот вам картинка двух как это сейчас называют тоталитарных государств. Они сгинули там на шахтах? Они сгинули там на шахтах? Нет. Те, кто ездил в Германию, тоже не сгинули, не возвратились с разными болячками. То же самое было и с нашими шахтерами советскими. Вот это противостояние. И следы в душе, в душах людей, которые это пережили, остались до сих пор. Что те нам не нужны. И этих мы не очень хотели здесь видеть. И сейчас когда я беседовал с моим братом, который живет на Украине, жена русская, жена не то чтобы восхищалась, очень положительно относилась к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Когда зеленые человечки вошли в Крым, и с Марса они видимо приметели, зеленые человечки, мнение этой русской женщины, жены моего брата, украинца, изменилось. Она уже от восхищения отошла в другую сторону. Та операция, которая произошла, имеет очень образную картину. Когда у брата украинца в доме пожар надо туда срочно лежать и чемодан какой-то лежит прихватить, чтобы он не пропал. Вы считаете, что Крым забрали с помощью зеленых человечков? Естественно. И Крым должен принадлежать Турции? В соответствии с договорами Российской империи и Турецкой империи. Кучок иношинского мира. Давайте иношинский мир. Сирен можно и пошутить на эту тему. Можно ее и развернуть. Есть кучок иношинский мир, согласно которому если Крым остается самостоятельным, Турция на него может претендовать. В этой миссии все так. Турция и по согласованию с Россией ставит туда хана, которому как говорится Россия платит как это называлось даме или взносы. Так вот от взносов Россия освободилась в 1700 году. Петр Первый великий реформатор сказал ну хватит больше не будет. Мой предок Балсан Монгол в 1340 году за 40 лет до Куликовской ввел ограниченный контингент в количестве двух туменов на Подоле и на Волынь и на Латин. 10 тысяч. Тмай называли. Тмай туман 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 это тоже 10 тысяч. Да вот он ввел этот ограниченный контингент а Крыму сказали все спасибо границе на дамке мы вам больше не платим. Литовская Русь прекратила дамнические отношения с Крымом за 40 лет до Куликовской битвы и за 300 почти 300 лет до Петровских указов. Это Литовская Русь разумеется Литовская Русь вообще Западная Русь это Новгород это Смоленск это Волочина Волынь Падегия Черниговская Новгород в относится к Западной Русь там Западная Русь от Восточной которую олицетворяла Москва от Восточной отличалась вечевым правом до Александра Дмитриевича Александр Дмитриевич ввел ограниченный контингент татарского войска в Новгород снял вечевой колокол увез в Москву Ни Иван Третий Александр Дмитриевич Марфу Борецкую поставил на место Я почему-то тоже думал что Иван Третий Иван Третий В смысле Смоленский еще добавил к этим достижениям логическое формо управления то есть собирался народ били друг другу морды и после этого ребенок вытаскивал из шляпы жребий и человека назначали на управление делами в Москве которая взяла на себя название Русь а то что было за границами московских владений это была не Русь и нервнич вот так вот скажем вот и это были враги 70% русских которые жили за границами московского княжества это были враги и то что говорится о вратах оно всегда вызывает некие Вы считаете что московское государство расширялось за счет врагов за счет присоединения врагов да то есть огромное пространство мы наприсоединяли к себе врагов враги остались за границей московит да московит и все время и они наприсоединяли вот это государство до таких размеров за счет врагов 500 раз да за счет 100 с лишним народов все которые враги конечно конечно ну остров Даманский я услышал остров Даманский с братским Китаем мы в свое время делили ну скажем так и Эстония и Прибалтика теперь уже неделя в принципе неделя недалеко уже согласно дипломатических договоров позапрошлого века да интересно что сейчас мы ему отдадим китайцам просто мы сейчас приехали я жду я жду просто что они там подпишутся после китайцев договоров мы сейчас говорим о нем запрошл из первоисточника он главный уже послал китайцам мою умение сяди когда они там говорили что вы знаете я 20 лет стоял на кафедре и привык что когда я говорю то я закончил разговор и говорю у вас вопросы есть беседы продолжайте что касается нынешних событий мой брат которому я в панике позвонил сказал я спрашиваю Володя ты идешь брать власть в свои руки в народную раду это движение называлось народные рады в отличие от облсполкома и райисполкома ну мэрии их где он живет на какой запорожье брат ответил Тулик это драка между олигархами и я у нее стрелать не намерен он находится весьма я бы сказал нервном месте он трудится на атомной электростанции и шутить он не хочет ни с кем второй мой одноклассник доктор технических наук бил во львове с радостью сказал мне мы взяли власть в свои руки в народные кстати сейчас это происходит в Донбассе вот ну естественно были эксцессы ну они продолжаются так вот тот мой запад западняк мой близкий человек сказал а ты знаешь уже в 18 областях Украины народ взял власть в свои руки о чем мы не знаем да ну это цифры там плюс-минус две-три области во-первых а во-вторых кто тут нам об этом подробности все эти рассказывал объяснил вот ну а сейчас я даже не рискую звонить туда по двум причинам когда я позвонил моему сокурснику Широкову такая характерная фамилия украинская Широков Владимир и сказал Володя что у тебя лично у тебя как на тебя вся эта бучма влияет он ответил я прочую он русский когда я учился в институте он меня немножечко укорял за мой украинский украинизм и моей а сейчас он со мной на русском языке даже не подумал беседовать на украинском прочел все рассказал что у него все нормально не лезть не волнуйся я всем моим собеседникам здесь в Новосибирске говорю наша позиция позиция моего государства России была бы самой выигрышной если бы мы туда не лезли но такое у нас невозможно Иван Васильевич Грозный научил Боярд как надо себя вести Петр Алексеевич научил всех этих приближенных как надо креститься двумя или тремя пальцами Иосиф Виссарионович наш выдающийся научил что нам не Алексей Михайлович перепрещал при Петре эти были как реформы расфортов и при Алексею Николаевич Иосиф Иосиф Виссарионович научил нас молчать у меня сосед в селе высказался «А что твой Сталин гемблюе как солнцем как цыганкими» то есть сказал что лжет прям за что и ему пришлось уехать в дальние края а на холоде здесь в Сибири знаете не наговоришься он замолчал даже сейчас мои близкие люди говорят а ты пожалуйста поменьше как это как это называется болтай вот я беседую с вами потому что у вас тоже есть твердая позиция и вы как наследники как обладатели русской культуры вы в ней воспитаны у вас конечно есть замечательная фраза броня крепка и танки наши быстрые вот я прочел эту эту фразу я прочел в газете завтра и вы знаете как бы эта броня не была крепка но она очень легко поддается трещин трещин пошел сегодняшняя обстановка меня насторожает когда борис николаевич ельцин приходил к власти когда шла борьба ну скажем разных направлений правящей верхушки не верить правящей верхушки когда шла борьба мы спокойно вышли двухсоттысячные демонстрации с плакатами муха улетай муха мой земляк улетел для зрителей муха это бывший секретарь обкома партии новосибирска и последующим губернатор значит он украинец да из Харькова вот такие у нас были советские люди они эти советские люди оставили нам наследие менталитет который для тех западняков непонятен когда во Львов к митрополиту униатской церкви Шептицкому пришел уполномоченный по делам церкви всяких идеологических и культур митрополит сказал вы примите во внимание что Галичина никогда не была в составе России Российской империи хотя Николай первый с балкона держал речь во Львове сказал наконец-то наша родная Галиция стала частью Российской империи где Николай первый где Российская империя Галичина осталась вот вот этот вот эта разница менталитетов во времена Второй Первой мировой войны да да она до сих пор это ради менталитетов чувствуется и когда шла дискуссия нашего уважаемого руководителя изборского клуба Александра 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 Проханов с одним из телевизионных ведущих и когда проукраинский выступающий попросил проголосовать зрителей за него за него проголосовали 230 человек а я моему собеседнику который об этом мне сказал а про русских сколько проголосовало он да я говорю про русских наверное тысячи две он говорит ты что 29 тысяч я говорю ну ну хорошо можно я подведу пока вот вопрос еще хорошо пожалуйста я хочу более нет извините вот вы историю хорошо рассказали а вот как вы оцениваете настоящую обстановку действительно кто у власти сейчас стоит и каким не методом пришли значит у власти да у власти на Украине стоят очень разные люди от коммунистов которые публикуют фотографию такого с воспоминаний фотография датирована 1946 годом место сфотографировано на сегодня Симоненко же отказался даже участвовать в уголе то есть он остался во власти коммунистов хотят вообще там запретить ну что они во власти разумеется они там близко ко всему этому и вот значит коммунисты публикуют фотографии виселица под виселицей группка пять человек вторая группка пять человек и подпись вот так с бандеровцами и с власовцами поступили и так будет впредь простите кто вас с вашими виселицами ждет гости где они опубликовали еще раз газета большевицкий путь по-моему на Украине в городе Новосибирске в городе Новосибирске наши коммунисты наши русские российские Анатолия Локоть скажем так нет Анатолий Локоть это фигура для меня своеобразная понимаешь что новосибирские коммунисты это публикуют такие вещи и та пресса которая поднимет Анатолий Локоть украинский и новосибирский опубликовали эту фотографию очень впечатляюще в нашей прессе коммунистической но с Украины пришел большой трактат как мы будем брать власть в свои руки в России коммунисты сумели вернуться в правящий слой ну не очень такой мощный как был раньше в Украину пошел коммунистический трактат от коммунистов трактат от коммунистов Украины да они объясняли свою позицию которая иллюстрировалась фотографией ну в нашем новосибирском издании значит ребята честно говоря Шиберников и Палачей там не очень хотят видеть если вы знакомились с историей послевоенной историей вы знали что и в Литве и в Эстонии и в Украине были так называемые бандиты вот так вот эти бандаровцы держались их поддерживал народ 10 лет начиная с 42-го года по 44-й они били немцев с 44-го по 56-й они сражались с советской властью бандеровцы 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 с 42-го по 44-й год на Украине присутствовал ограниченный контингент германских войск бандеровцы именно бандеры когда он появился на политической арене на политической арене появился в 1941 году и исчез в 1941 и до 59-го года он находился в Германии сначала в тюрьме а потом где-то там бандера такой с коновальцем говорится арбатов еще политический лидер идеологический политический лидер вот этого движения сопротивления он опубликовал социалистическую программу строительства украинской державы дай бог памяти где-то в 38-39 году социалистическую программу она ничем не отличалась от коммунистической социалистической программы которая гитлера не отличалась это социалистическая вот это такие тренды были глобально это сказать европейские такие тренды можно подавить я все-таки вопрос какая у нас сейчас хорошая или плохая без красок так меня спросили какие сейчас в Украине действуют силы я отвечаю родные в том числе коммунисты в том числе Юлия Тимошенко в том числе два бывших президента они наверное какие-то идеи мысли высказывали наиболее действованные Янукович передает деньги в Донецке и там ребята получают зарплату ходят дубинками сбивают перетолеты понятно ну ну все в принципе все понятно спасибо очень интересная версия спасибо так Владимир Николаевич будете на тему высказываться что вы да я додумаю тоже да но если сказать так откровенно да ситуации сейчас практически никто не владеет на Украине никто потому что ситуация меняется буквально чуть не час каждый то одно то другое иди с Россией со стороны с Украиной значит льется грязь но по нему разумению вот сложилась интересная общественно-политическая ситуация на Украине мы видим две власти значит которая пришла незаконным путем антиконституционным на Украине это признали все даже и Запад признал и вторая часть которая сейчас и идет ну как можно сказать сама организация юго-восточной Украины люди поняли что коррупции которая на Украине творилась и которая в России тоже не меньше им не по пути и мы видим что создалась какая у нас там Донбасская народная республика Луганская сейчас говорят готовят референдумы в Харькове еще где-то в Одессе поэтому трудно сказать что будет на Украине но вот именно ситуация позволяет юго-восточной Украине ну перейти к новой общественной экономической формации они сейчас хотят уже я слушаю смотрю провести национализацию тех богатств которые у них у народа украли но я не думаю что это положительно сыграет потому что гражданская война на Украине явная сейчас уже не надо говорить что там какие-то грязи самая натуральная гражданская война между украинцами украинцами между русскими украинцами страшная страшная война придет время когда мы сейчас не можем дать полную оценку время только может сказать что кто-то нас стравливал мы знаем и стравливали методичные нога и вот эти 23 года которые прошли после развала СССР показали что самое страшное в менталитете мы потеряли преемственность мы оторвались от своей истории настоящей даже древней что-то в Украине что Киев например мать русских городов сейчас непонятно какая мать или отец там каких городов или брат и сестры и мы сейчас начинаем делить старший брат младший брат средний белок нельзя делить ведь это специально нам как говорится внушают и вбивает в подсознание даже не в сознании в подсознании что мы разные нации у нас свой менталитет у нас разные пути я не могу сказать что у нас один общий путь но мы живем как-то уже столетия на одной территории правда здесь новосибирске мы же не деремся не будем драться потому что живем спокойно а то нашли бы вот морду то побить бы подождите вот надо еще закончить эту дискуссию неизвестно чем она закончилась дарбатская народная республика луганская что там произошло фактически но восстановление народной власти прошли можно сказать тоже древние наши вещи собрался народ никакие депутаты а вот они собрали знают хорошо избрали этого губернатора это что ну по мнению наших гостей то лучше то есть предъявите саму организацию народа да именно самому ака ну мы все считаем что у нас есть шпионы вы не смейтесь я вас никогда вы не воспитаны украинц а вот Артоль Павлович воспитаны вы всегда выслушайте мнение я вас не перебивал так вот есть момент когда ну как говорится сознание этих республик и лидеров поймет что можно перейти к новой общественной экономической информации которая называется народный капитализм разработана это общественная палата есть у нас и теоретики и идеологи всего этого дела но для того чтобы это произошло мы должны дать информацию дать наши трактаты что такое народный капитализм с чем его едят но принцип очень простой почему богатые и бедные все время дерутся вот вы задумались несправедливость несправедливость никогда не было ну а что искать водяных змеев давайте так вот в теме заключается в том что вся собака залита в производственных отношениях вы знаете согласен так вот самое частично почему а саму кто делает результаты не будем сейчас вот это хорошо катать не будем то ради чего мы здесь оставим старика маркса спокойно да почему макс почему маркс устраивал давайте хорошо начал хорошие предложения предложить вот донбасской народной республики строительство народного капитализма где есть его принципы пусть они строят то что что сами хотим что решили если они сделают свое образование пусть не донбасс пусть иной объединяться с луганском или еще стаканет образует свое образование они строят то что они решат строить об этом речь мы предлагаем мы предлагаем поедешь туда проконсультируешь дашь свой трактат не перебивай меня вот ты тоже не воспитываешь почему так идет основной принцип это распределение результата труда и капитала а у нас чего капитал чем присваивается правда говорю хорошо я тебе говорю так мы предлагаем справедливую форму результаты труда прибыли распределяется между коллективом 50 и алиционерами это глобальный тренд вы можете обсуждать не надо это касается и россии сергей я просто попрошу вас вы немножко опоздавший поэтому вот люди записались и будем давать конечно то есть еще подвести то значит сейчас на украине конечно хаос сам натуральный политический экономический и трудно сказать что будет завтра трудно сказать никто из нас не скажет что там будет посмотрим смотрю если кто-то туда не залезет с газпромом кто-то об этом уже знает да да кто-то знает там уже цена цена не имеет картилин Илья Владимирович значит директор центра консервативных исследований ну это направление дугинское это очень серьезное евразийское направление прошу евразийское значит направление что такое евразийство это русский вариант греополитики вот и я вот слушал и несколько ключевых вещей себе пометки делал и ключевые вещи я услышал такие параноики борьба параноиков да и мы смеялись над холмой то есть это вот ну как бы по мне кажется вот в этом квинтэссенция украинского отношения к ситуации почему потому что украинцы и вот в данной ситуации и на протяжении ну можно будет проиллюстрировать несколько исторических допустим моментов по моему нереалисты то есть какой-то характер это красивые интересные люди с интересной культурой они нереалисты что значит быть реалистом быть реалистом в политике это быть параноиком на самом деле то есть на самом деле броня крепка и танки наши быстрые это действительно чисто параноидальный тезис но так двигается история так живет мир если бы у нас не было танков если бы у нас не было ну говоря крепкой брони не было бы ни России непонятно бы вообще что здесь было вот поэтому московское царство это как раз точка сборки восточнославянского реализма а украина в этот момент оказывается на периферии и постоянно разрываемо потому что даже когда она получает свою государственность а получала она всего два раза и все время это был как бы продукт распада российской государственности 18-й год там петлюра потом немецкая директория и так далее и собственно распад Советского Союза опять продукт распада опять добавлю 1648 год хорошо три раза это до Богдана Хмельницкого или когда он пришел и когда он взял власть но еще не присоединился русским еще не присоединился в Москве еще не было переславского но это была другая конфигурация с Англией наводил контакт с Крепцией с Турцией с Москвой за пять лет это переславского разумеется так вот и этот прекрасный веселый интересный с хорошей очень интересной культурой народ не отличается политическим реализмом и поэтому историческую проверку государство Украина раз от раза не проходит и сейчас сейчас можно уже с уверенностью говорить что государство Украина является объектом и не субъектом ни броня ни крепка ни танки ни быстрые сейчас судьба Украины как таковой будет ли у нее шанс на дальнейшую государственность или не будет решается в Москве в Вашингтоне и вполне возможно там верить может быть может в Израиль то есть как таковой и уже нет как таковой государственности опять у Украины самостоятельный мир но это не только коренится в том что украинский народ несколько нереалистичный это коренится еще законы геополитики в чем законы геополитики заключаются в том что базовый тезис противоборства двух сил то есть весь мир представляет вся человеческая история как противоборство сил суши и моря суша ее основной полюс это геополитики Хартланд это собственно говоря территория Северной Евразии то есть протяженная та страна которая удерживает этот Хартланд она собственно говоря является полюсом в мировой политике где находится в этот момент Украина Украина находится между полуостровом Европа и между Хартландом Европа сейчас находится под властью сил атлантизма атлантизм это силы моря Европа полностью Европейский союз лежит под Америкой Америка сейчас является воплощением сил атлантизма соответственно у Украины нет варианта быть независимым государством в полноценном смысле ни у одного государства Европы нет такого даже понимаете ни у Германии ни у то есть на нынешнем этапе государство может обладать какой-то самостоятельностью субъектностью если его населяет допустим 250-300 миллионов как минимум человек и оно имеет определенную площадь определенный ресурс ни Украина ни Польша ни Германия ни Франция по отдельности таким такими ресурсами таким населением не обладают соответственно Индия маленькая Индия она является самостоятельной цивилизацией естественно ограниченной и так далее но на данный момент вряд ли является серьезным геополитическим полюсом потому что территория очень маленькая зависимость ресурсная большая и так далее на территории Евразии единственное стабильное государство которое ну не единственное Китай в принципе еще это Россия но Россия не в том обрезанном виде в котором она сейчас существует а вот приблизительно в размерах Российской империи в размерах Советского Союза это не просто паранойя Сталина там или царей это законы геополитики законы истории нам необходимо было выйти на юге к горам которые бы нас естественным образом ограничивали от вторжения допустим снизу в Европе нам нужно было выйти на границу своей цивилизации восточнославянской и так далее на западе выйти к океанам и так далее чтобы не быть охваченным и так далее то есть это законы геополитики и соответственно Украина попадает в этот очень жесткий расклад естественно паны дерутся у колопов и так далее это все понятно но это объективная реальность надо быть реалистами надо делать выбор да и придется делать выбор да и вопрос а выбор один сейчас либо в сторону атлантизма либо в сторону атлантизма вы поделите вы поделите то что Украина как такой государственский не будет все понятно я делал ну в принципе в принципе он говорит ее уже нет она может сейчас на Украине что уже положили как говорится на крес он завершает эту миссию поля завершите ее и не было на самом деле Украина как продукт распада Советского Союза существовала за счет баланса между Востоком и Западом между Москвой и Западом сейчас бесконечно продолжается это оказалось что не может и поэтому Украине сейчас придется ей решать либо распадаться и частями входить часть на Запад часть на Восток либо целиком входить на Запад или на Восток и вот здесь вот в этом как раз интрига и никто не может сказать как разрешиться а кто решит эти вопросы кто решать будет решают вот сейчас решают Москва Вашингтон и скажем Берлин все вы можете назвать конкретных лиц которые будут решать так же как Гитлер говорит Сталину со стороны нельзя сказать со стороны России конечно это Путин то есть у нас просто в Московском царстве в России в Российской империи в Советском Союзе очень заостренная пирамида власти скажем так всегда 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 так было и этому тоже есть историческое как бы обоснование конечно и так далее не обоснование а как бы стать историческое и неоправдание ну оправдание мы говорим исторический культурно-производственный процесс поставил Россию в такое положение что она должна была захватывать она вначале выстраивалась очень жесткую пирамиду власти и вот в этом отсталость России сказывалась она всегда догоняла в каком-то смысле отсталость в каком-то смысле Россия всегда была самостоятельным государством когда народ решает это надолго сколько Украину не гробили и там туда и сюда и это и туда и сюда Украины как независимое государство никогда не было было вот здесь 23 года вы считаете что Россия Россия независимое государство? Россия сейчас потеряла часть но тем не менее на шамком восстановит так что не говорите молодые члены ничего Путин не решит никогда а вы что что Путин это хорошо что-то решает я думаю что это не он решает не он это группа людей которые Путин служит вот она решает а он доводит ихние интересы группа людей в России да тем не менее это группа людей в России группа людей в России ну отлично определенно это каспирология конечно ну извините так сказать Иисус Христос и тоже всегда группой людей так сказать обзавелся группой людей поэтому без группы людей если вы имейте ввиду что и на Западе они есть я думаю что есть конечно конечно это однозначно за Западом на том и стоит Россия стоит кстати давайте я нарушу Илья ведь в вашем мысли понятно да понятно вы довели очень Березовский прижал Путина в власти и Бендердин был и где сейчас Березовский спасибо спасибо давайте предоставим слово сейчас Борису ну вот смотрите я студент обычный я никакой не директор не эксперт вот мне вообще 21 год но я скажу так откровенно честно вы меня хоть как называете хоть морду мне попробуйте набить но я буду защищаться я не буду не задевать и не буду ни текущие события на Украине потому что как журналисту я обязан на них знать я отслеживаю но как человек у меня они неинтересны вот то есть конечно какие-то какие-то человеческие вещи имеется в виду именно раскол в дружбе раскол в культуре недопонимания я эти вещи улавливаю где-то я за скажу насчет жестокость да я жестокость улавливаю где-то я скажу против этой жестокости где-то за то есть такие человеческие вещи задевают а политически именно текущих событий не интересуют я не буду задевать москарей потому что я сам родом из Сибири и на москарей мне чихать имея с виду я никогда не скажу что Москва вот должна делиться или Сибирь там должна делиться потому что я считаю любые сепаратистские настроения всю жизнь это абсолютно идиотские надуманные предлоги всегда они были в истории не только нашей страны это вот и фашизм в том числе очень хорошие но в то же время самые поганые инструменты деления и к ним прибегают исключительно только я считаю когда цели носят корыстный характер корыстный слой характер вот поэтому я не считаю что Москва там должна как-то отделяться и так далее что мы должны то что за Уралом там откидывать нет ну просто на москаре не чихать поэтому я не буду о них говорить Москва отделяться или Сибирь имеется ввиду Москва Сибирь отделяться и вообще все это не считаю но я скажу просто по пунктам во-первых ты тоже москаль то есть москаль это русский москаль это один из русских можно это говорить для украинцев по-моему вот если человек сибирска приехал с новосибирском тоже москаль и я перебиваю спасибо так вот и я скажу просто по пунктам во-первых я вижу Украину именно только в поле нашей цивилизации русской то есть белорусской восточнославянской дальше сибирской и дальневосточной где уже простите чукчи вот так же несмотря на то что поляки католики вижу и поляков тоже в рамках нашей цивилизации опять же несмотря на то что вы не католики я все прекрасно понимаю я знаю что вы мне можете доводы там кто против привести я так же мыслю в нашей цивилизации сербов и босницев и герцоговинцев и даже простите господи албанцев хотя они мусульмане вообще но я вот мыслью именно в рамках нашей цивилизации я считаю что касаемо Украины таких товарищей как здесь вы не найдете Европа она вас не нуждается Европа вас не знает Европа вас не понимает это совершенно другие народы это совершенно другая ментальность это даже другой нравственно эволюционный год и у них другие всегда были базовые принципы работы с людьми с населением покорения других территорий осваивания ну естественно там приобщение других народов значит тоже к своей цивилизации вот второе то что касается политических ну она отскакивает от первого то есть опять же в рамках единой политической системы я не хочу не задевать ни Путина ни Януковича меня что не вставляет ни один не вдохновляет я не испытываю огромной симпатии ни к Путину ни к Януковичу тем более к Яценюкам там Турчиновым Малаковым и прочим к Тимошенко тоже поэтому я не буду про них говорить но я тем не менее мыслю именно Украину в едином таком же политическом государство образующем строе да конечно у нас так сложилось и от этого никуда не деться что именно после 91 года как говорится парадигма временная сменилась и в том числе в России очень большое влияние приобрели именно олигархические классы вот я никогда не считал что олигарх это человек богатый или крутой человек я всегда говорил что олигарх это разбогативший бандит просто со временем это это именно очень ну твердое понятие и честно оно естественно стерлось сейчас если кому скажут что олигарх это на самом деле разбогативший бандит просто тут не поверят то скажут да вы что это культурный бизнесмен раскрутившийся и так далее и тому подобное да есть они и не только и на Украине точно так же как говорил собакевич дайте нож и выпустите большую дорогу он вам сосредка шутит это чума это без вопросов чума потому что истинная основа благосостояния человека это труд это именно труд и соответственно те есть вот труд есть капитал так труд ничего не есть конечно одно порождает другое но первоначальная точка она в труде она не в капитале и капитал в том числе он должен именно путем либо коллективного труда нарабатываться и создаваться точнее путем именно коллективного труда Карла Маркса читайте изучайте молодой человек вы путаете Божий дар с яичницей еще будешь ну и политический культурный ну и пожалуйста опять же проэкономическое можно сказать но я я не рыночник сам я не капиталист вот и опять же если я буду про это говорить то скажу чисто в хозяйственном первоначальном первоначальном хозяйственном аспекте потому что экономика ведения хозяйства и так далее то есть Украина нам нужна в Союзе да она нам нужна в автономной республике понимаете в автономной республике я не считаю еще раз говорю я не считаю я не считал там белорусы и поляки вообще все что за границей москвы не люди и в москве есть люди да есть такое опять же такое сложилось исторически потому что тех адекватных людей которые были не такими чего лилами и высокоерными текста славе в сибири еще при царе поэтому у сибиряки отличается от нас кичи и так далее на это никогда не считал что вот за пределами враги и тем более какие-то не люди по мне это полный бред мы всегда были друзьями товарищем более того мы прямо родственные народы но не братские народу мы прямо родственной как мать и отец на брат и сестра и поэтому абсолютно еще раз говорю никакого как говорится принципа какого-то деления не вижу конечно трудность есть конечно сейчас точнее после 91 года никто не думает чтобы там украину даже на правах союзных республик присоединить потому что опять же есть куча причин про которых лучше меня знаете про которые говорили вот до этого то есть конечно даже если там в донбассе и луганске всех перестреляет женщин и детей путин и его команда не станут ничего делать действительно вступаться за как они говорят братский народ потому что там за путином стоит свои люди за и ценю ком свои люди в вашингтоне сидят тоже свои люди и просто это такая огромная политическая без всякой конспирологии просто естественная адекватная огромная политическая такая ваканалия и взаимоцепочка что понятное дело никто честно но вступаться тем более присоединить не будет но я опять же говорю я странно нет я не вижу никаких абсолютно разграничений культуры жители я просто ухожу сейчас последние два слова я хочу сказать мы занимаемся политикой общественной организации мы не смотрим в вот опять же несмотря на то что у нас ну так получилось что расселились наши племена и приобрели даже собственные наречия что мы иногда не понимаем друг друга все равно я не вижу абсолютно никаких границ мы даже не единый народ мы один народ а все такие посылы к делению тем более спровоцированные вот что еще гажево как раз на этих экономических коммерческих коллег каких-то олигархических принципах что да давайте там я вижу что это тем более не допустим можно одну реплику все таки еще раз может сочтете меня назойливым но разница между украиной и россией в том что россия все время было тябловым государством прежде думая о родине а потом о себе а там люди думали о своих родных близких было вечер был майдан не думает о большом препятствием не считаю не идти к вас к воскреснению и прочим из влияния мы же собрали союзная вот дело в чем вот евразийская концепция которую сейчас пытаются развивать форме бразильского союза грядущего она как раз и заключается в том что нужно народом давать очень широкую автономию людям или народом свобода человек как человек свобода народ то есть естественно если в народе допустим преобладает концепция тягового государства допустим определенные устои и так далее если другой народ живет тейбами если третий народ живет майдан и мечи все это нужно нужно дать народу право учитывать государство не будем выступать всех под одну гребенку хорошо понятно спасибо да спасибо за то что уходите до украшения слова давайте лезть я выкатайте производственные отношения на денег дадим это мой взрослый сейчас дадим фарган дарушечка есть это все можно будет консультировать спасибо сейчас все такие мы здесь люди основные здесь где нет вот все что мы говорим мы снимаем и понимаете здесь очень хорошенько я ничего ничего не боюсь да все я смази рассказал сияния сегодня вещи можно прокомментируем маленькие за сама если бы остап знал какую партию он разыгрывает ты высказал и политическую теорию николая я крючки дадилевского спасибо я просто скажу я секретарь победу ксм военно-остроительного отряда в ссср когда я вижу как я в этой ситуации когда идет противостояние таскай до двух одного мирового гигиона таскай до который через правду и неправду мы не будем говорить в истории как он стал таскай до стали америка на сегодня таскай да самиدم потребляют 50 процентов таскай всего мирового пускай багасса таскай до все вырабатывать нужно Activar потребляем яants отделяется до такой же и у них у своих проблем их на самом деле они сами в проблемах американцы таска это сам народно американском попало бы под эту подсказать нефтяников то на самом деле там вышла узкая группа листовской да вот эти нефтянки да их сто лет им всего 100 лет до года вот они на сегодня начинают искать начинает 50 детали а вот эта группа узкой группы первом правительстве которая с формировал формировалось еще 300 лет просто ли да вот этим всеми есть по 300 а есть группа лицом которых conference 50 некоторым сказать вот и они начинают на сегодня бы сказать это главная проблема самом деле большеней раз китай и они на сегодня же доминировать вообще везде и в европе И там их немножко, вот неаконы их называют, еще раз сказать. Они считают себя богами, вот именно, даже не полубогами, а уже окончательно. Ну нет, там есть у них... Как чай, балька, как чай. В этих неаконах, да, есть некоторые, так сказать, индивидуумы, которые на самом деле, так сказать, настолько далеко, так сказать, ушли, оторвались от земли, так сказать, вот как Чейн, к примеру, на самом деле, да, он себя считает богом. У него третье сердце стоит, ну, так сказать, второе не свое, так сказать, да, точно. Вот, на самом деле, да, они на грани находятся, так сказать, но и такие ресурсы у этих людей, конечно, трудно, на самом деле, так сказать, нам о них думать, потому что, извините, так сказать, мы выросли все, так сказать, здесь вот у нас, в СССР, да, мы каждый с детства думали, как мы будем воспитывать, там, себя кормить, своих детей, и у нас еще была, естественно, так сказать, как мы родина, да, затяглова, так сказать, вот эта вот компоненция, она присутствовала, как бы, да, вот. Ныне, как бы, да, это все, это все вчерашний день, ныне совсем другое, ныне, так сказать, да, есть вот группа лиц, так сказать, в Америке, да, есть группа лиц Китая, да, которые, так сказать, в свое время на нас показывали пальцами, говорили, вы ревизионисты, как бы, да, и Никита, как бы, постарался тогда тоже, кстати, выходить из Украины, так сказать, да, чтобы отдалить нас китайцами предельно, как бы, да, вот. Ну и смысл какой, так сказать, да, идет глобальное противостояние Китая, Америка, так сказать, да, только они могут решать сегодня, 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 я говорю, сегодня, да, все остальное, что происходит в мире, так сказать, да, это укладывается вот в контексте вот этого глобального противостояния. Мы, на сегодня, так сказать, попали вот сюда, между ними, так сказать, только потому, что, так сказать, мы обладаем самой огромной территорией, приз, такой приз, это, сегодня, вы смотрите, глобальная тенденция какая, иссякание, так сказать, ресурсов, ресурсы становятся, так сказать, дороже, ресурсы становятся частными, все, вот ситуация какова, так сказать, да. Просто огромная, но очень погода. А мы огромный ресурсный такой кусок, так сказать, да, и нас тут всего 140 миллионов, на самом деле, так сказать, да, сейчас у нас есть украинцев 40, да, вот пытаются их тоже отодрать от нас, так сказать, да, всеми правдами и неправдами, да. То, что украинцы попали в такую ситуацию, во многом, конечно, виноваты сами они, на самом деле, так сказать, да, и как виноваты, в чем, в каком плане, так сказать, да, в том, что 23 года, да, они, извините, так сказать, на все это смотрели и гайфовали, и не нашлось ни одного человека, кто бы мог, так сказать, дальше разглашить вот эту нехитрую, логическую цепочку чем это закончится да вот они пришли я решить 1 одним указом ушли в армии служить таскать я же я чувствую я вижу что это сказать моего поколения человека с когда также вырос в ссср просто его развернули в другую сторону я почему-то уверен что мы с ним встретимся когда нибудь скидка вот так очень да потому что я совсем другой а ну если так нужно не разобраться здесь тоже к нам сюда приходит в основном люди таскать да ну скажем так силового блока когда все вот сапоги кто в погонах в основном разведок вот смысл какой то сказать сегодня украина грубо говоря это это вот этих вот не оконов пика которую таскать тычет пытаются пробить править в сердце россии русские пытаются защититься там все мы ушел раз уже щитов то не осталось остались старые потому что осталось составом вот эти места старенькими этими латками пытаются за всех не помереть до защититься таскать да вот и все поэтому извините таскать им деваться некуда этим не оконам у них обратного хода нет это точно тос когда там же такой трип славе нет вот поэтому нам обратный код есть так сказать разделиться россия раздоровленной подопекой вот и все я говорил еще два года тому назад что каждый из нас русский через год через два через три таскать да должен решить для себя одну единственную проблему как он себя видит в какой стране россия так сказать империя допустит это так вот звучит да на самом деле россии теперь немного страны сказать которые имеют литерская прошлое таскать до население этих стран скидать вот с такими вот вот этими самыми и зрелиными ходят таскать да потому что это империя это мы все знаем что что это такое так вот на сегодня пытаются развалить российскую империю между этими двумя гегемонами китай и сша как бы да я все же доскает мое личное мнение такое что надо дружить с китайцами когда американцы это 200 лет это это искусственное государство таскать да ну хорошо перебили там они все доски да вот экспансии да мы дружили с индейцами ведь как хватило хватило их экспансии таскать вот и континентальных скачет закончилось мы знаем да кидаю 100 лет китай да я вас умоляю что китай 911 году это было перекати поле там кого только нет нет этого я могу китайцы в этом смысла китайской политики говорят нам на сегодня таскать да опять превратится в империю мы не будем это америка империя они ничего не знаю в этой жизни они еще ничего не переживали а мы уже все переживали китай несколько раз появился империи таскать да и любая империя она в конце концов разваливается когда я не понимаю что так или иначе логика к этому придет вот и америка сегодня как раз находится на таскать в своем вот этом заключительном этапе то есть таскать вопрос то есть вы считаете что придет время евразийская империя в лице россии разваляется нет она уже российской империи уже развалилась когда все и уже потом сама по себе она превратилась в ссср грубо говоря да да уж как это таскать дает вопрос отдельный там отдельно можно пускать собрать круглый стол таскать да разговаривать о том как это было в ссср русской давайте это оставим центральный стержень во главе стоит не фюрер это вождь и осипе сориона теле и николай так точно империя есть империя да может быть сегодня доской но империи теперь то есть совершенно обязательно при империи иметь император на самом деле это не такой необходимый нет я нет я теперь и я не рада импер стоит наверху все император не обязательно ну и так давайте давайте будем это делать это так так вот у спида пока существует вот этот вот вот этот конфликт между двумя этими гегемонами все это будет происходить в каком так сказать контент как это будет извиваться по скайтеру то что это все началось то что то сказать война говорит на русском языке ну по крайней мере начинает разговаривать из когда и я вот тому назад и когда вот серия началась мне тоже говорили да что тебе это сирия что тебе это сирия что это предтеча вот сегодня уже они уже на русском она заговорила вы все уходитесь это самое берете играет но она придет сюда и прости господи дети была ли я как раз хотел вот эту реплику подать вы без меня и сказали шану придется конечно вот собственно говоря я поэтому хочу сказать что на сегодня мы на самом деле доска это решаем не просто так мы с рельс поговорить а в проблему на самом деле достаточно серьезный приз пытаемся поднять проблем которые можно то есть вы вот понимаете вы рассказали на фразу мы должны во что бы не не стало дружить с китаем понимаете но дело-то в том что честно скажу вам да нет дело не в этом что хочет он понятно что он хочет дружить вопросов нет на каких условиях дружить конечно можно овца посадить в один сарай с волком конечно но что это будет понимаете когда в этой стране печатают карты и сибири китайская когда у нее очень проблем они 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 уже не за его из них у них сколько территориальных претензий к россии мы не станем нового да у них по-моему это было до 180 до 180 понимаете мы их удовлетворяем они снова возникают мы удовлетворяем да вы что хабаровск вы извините хабаровск был там китай в бинокль может подождите 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 в дальний восток и в дальний восток я уходил машин с владивосток так сказать ну лет десять уже не занимаюсь у меня остались друзья да и там живут люди пускай я говорю слушай у вас там китайцы вот пишут они так пошли какие нахер китайцы у вас там сибирский больше китайцев у вас на двостоке ну я сам обилик зачем мы им нужны китайцы что им мерзлота нужна для чего у них есть австралия в конце концов огромный континент 20 миллионов живет приходи наслаждайся жизнью зачем мы сюда газ мы сами не знаем куда девать давайте давайте закончим по украине с украины как бы да украина это это копье в сердце россии вот и все поэтому мы с этим должны как-то так сказать как с этим обращаться да когда в тебя тычут копьем как вот и все поэтому нас туда пытаются затянуть всячески да мы не должны этого делать хочет какой-то бьет извините нас когда за откровенность сами виноваты ребята сами за титул это сказать да вы сами себе создали кто этого я уже запустил чем они могли с ним разобраться ну давай у нас из такого я же ну извините найдутся люди с ним разберутся если не вправо это разберутся как по-другому ну пока это есть вот это есть это есть здоровые силы общества так сказать да как иммунитет общества а когда общество теряется но извини завтра придут и вот такие ворота и мужчины даскать туда и так далее так сказать да ну и вообще и потому скажете да вот они пришли и начали нас то сказать это самое сношать ну как это вот в чем смысл в том что у нас здесь даже в новосибирске знаете сколько таких ярших однозначно не знаю я почему-то говорю про Россию да 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 вот поэтому я почему я вот и чем закончится так сказать да Украина все зависит от нас как мы их будем поддерживать так сказать да вот и все как мы как мы будем к этому относиться так сказать да не поддерживаем когда не поддерживаем не но мы должны подготовить это делать делать как то втихаря мое мнение такое как американцы да да американцы посмотрите так сказать давить не они ведь не стесняются практически да силы с ссо спецоперации все и мужчины в америка ты сказать которые когда кем надо то сказать сориентированы правильно да они все так или иначе да в ак размер так или иначе а американская скаин структура она притягивает и сама года вот так и врач карги видео если у вас не уши то скажи сегодня на нас напала украина стоит номером один вот и все поэтому вот ситуация украинцы между нами ими тасканя так мы все время пятились извините россии все время пятилась погреть не части линия извини корабль стоял вот они было стояли кто развернул мы что ли это развернули а теперь мы дружим с другим извините меня от одного волка перешли к другому конечно я считаю что дружба вот с китая дорого обойдется россии может быть да ну извините нас когда надо сегодня выжить что мой завтра давайте бывшим словом заверен александр ну я бы про китай потом про ситуацию на украине я вот для себя скажу так что мне допустим это безразличное безразличность точки зрения того что россии не надо туда вмешиваться это однозначно пусть народ разберется сам это сто процентов но мы вмешиваемся и вот я не знаю как там военные мундиры или какие даже то что шла передача по телевизору там значит по центральным где человек баллотирующие в президенты баллотирующиеся да кандидат президенты он сказал с луганск по моему он сказал что выборы в луганске прошли благодаря помощи владимира вольфовича владимир вольфович то есть при помощи журеновского прошли хорошо выборы в луганске чем это могло быть финансовой поддержкой или печатание бюллетеней там я не знаю чем но это было сказано по сатранному теле и не надо далеко ходить и говорить что там все происходит без участия российской федерации это не это первое второе больше всего то меня волнует совершенно другое я это плохо что мы туда вмешиваемся это плохо а вот американцы дают допустим 5 миллионов на выборы это вы знаете об этом за слух со слухом со слухой со слухом мы выдадим не говорят когда мне говорят сталин плохой я говорю я не знаю плохой или хороший я я могу судить о брежневских временах я я даже хрущевских не могу судить потому что я был очень маленький история она пишется людьми а я живу по своей истории и сужу по своей истории и про крым по своей истории я могу сказать что это всегда был элитарный полуостров элитарный и в советское время и все и они к нам относились как к людям которые к ним приезжают отдыхают бабочки платят они всегда высокомерно к нам относились всегда так вот и я сейчас подает подвиду то что я очень много как бы прожил в разных городах я допустим родился в барнауле с двух лет жил в междуреченске потом переехал в кемеров молодым да потом переехал в новосибирск уже 42 года потом меня бросила на урал недавно я приехал два года прожил и я вам скажу что страшное что мы в россии я в россии при переезде во все вот эти места чем я стану со стажей я мигрант я мигрант новосибирск я мигрант на урале понимаете и мы уже здесь не собраны мы разрознены у нас разрознены финансовые классы олигархи каждом области мы уже здесь я недавно был в красноярске я послушал члены ревизионной комиссии партии единая россия а нашим толоконском допустим как за три месяца его могут там раскрутить на главу да то есть я мигрант понимаете но мигрант который приезжает в россию может лучше чем я жил на урале понимать мигрантом поддерживать государство она ступается за него а меня там никто не поддерживая уровень не поднимать то у них своя учина и в каждом городе своя учина вы понимаете вы приедете в деревню а там своя учина и попробуйте вы но если вы копаете картошку вы будете своим а если вы ставите захотите стать где-нибудь в руководящих враговодящих органов и чужим и вас никто туда не пустит здесь у нас и я был на собрании когда избрался локоть я был на собрании коммунистов которые локоть проводил значит там же к строитель и не было страшно не было страшно ведь она же есть конституция и смена руководителя президента там или кого-то разве это гарантирует какой-то новый строй это должно гарантировать развитие в рамках конституционного строя у нас люди ветераны а вот теперь то все мы к власти пришли все обратно вот и страшно что она осталась 20 лет мы прожили она осталась это диалектика понимаете эта диалектика она осталась и sunlight и мне вот сегодня ведь раньше как было раньше была коммунистическая партия украины коммунистическая партия таджикистана узбекистана раньше не было коммунистическое партии российской федерации и раньше как на том сassing и академия наук сцел было то мы были объединяющие силы да но сами мы были никто в этой стране и когда развалился сср узбекистан так и остался тот план который там был а у нас то его не было мы это кто мы в россии мы россияне те которые жил мало того что у нас нет основополагающего народа у нас нет россии основополагающего народа как допустим германии немцы государства образующие государства образующие боятся сказать поэтому у нас этого народа нет почему мало потому что его нужно понимать потому что вот вы приедете сейчас допустим в уфу потому что там совсем татары я побывал на национальном празднике татарском там на урале и там русских там а вот это менталитет совсем другое и вот мы не задумаемся что украина украина это вот надо задумываться мы сейчас идем на украину внешняя политика у нас хороша китай все а в стране то у нас что творится внутри то а вот и это почему мы не смотрим у нас самое страшное внутри у нас кинься спичку и вы знаете и в новосибирске здесь загорится но нет еще у нас не загорится у нас вот путин он сегодня почему украину показывает по всем каналам это он показывает что напинается на народ так точно не важно как думает народ но на народ забастовки народ народ а вот подумает совсем по-другому на украине здесь 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 у нас по-другому вот моя жена говорит меня почему не показывать у нас стране творится что украина мне важно то что у нас творится но это это вот украинский подход так вот местечковый и не это не мазь сейчас решается на украине значит это не местечковый подход если мы внутри страны не будем решать извините меня народные чаяния если мы будем также разворовать оборонные предприятия оборонные предприятия у нас воруют каждый у нас все воруют у нас все воруют вы же понимаете что все воруют вы же давайте признаемся я не я знаю что американец и россиянин между ними очень много разное если каждый американец поднимает флаг там у своего там дома до утром там испускает то мы этого не делаем у нас очень разный подход к национальности и американцы они все-таки складывают свой народ чтобы он жил в достатке они вкладывают в него мы не вкладываем ни копейки и вот я хочу сказать о чем окончательно дал по украине вопрос то что там крым то что там это это все как вы говорите геополитические вопросы нам нужен крым потому что мой выход к морю там имеем мы там обороняем свои рубежи у нас там флот стоит нам нужен крым не за того что там крым а потому что там у нас севастополь понимаете база вот это нам нужен крым мы потом подумали господи а там же воды нет там же один канал а там к а что это нас пока не волновало нам нужно был севастополь вот мы что не моему сыр нужен геополитически нужен севастополь украина нам нужно потому что если украина будет не у нас то мы ни один вертолет не построим не один понимаете потому что двигатель у нас двигатели все там у торсич ничем не послевать уже но я бы вот сосредоточился на месте на месте на внутренних проблемах российской федерации чтобы не было украинской трагедии да все возрасте проблем российской федерации они четко с внешним они связаны но мы бежим за паровозом об украине мы должны думать тогда когда она отделилась от нас него сегодня мы должны думать когда там все это произошло а раньше да ну вчера вчера все понятно для них это развлечение важна мысль важна мысль сергей вот я внимательно прослушал постарался внимательно прослушать вот ваша позиция такая что в россии надо думать о конкретных каких-то группах если татарстан думает о татарстане в россии наружу прежде всего надо прежде всего думать о россии а самой себе в совокупности со всеми народами во всеми со всеми однозначно однозначно вот чтобы сегодняшняя россия так это прозвучало однозначно со всеми народами которые здесь тоже русский народ нам не был из на я приватой собственность а чтобы надо что их объединять чтобы они понятие было чтобы понять и было что такое русский сегодня все говорят русский русский никто не знает что такой русский найдите на карте русский. Найдите словарь Дайвалья с русским. Кто такой русский? Извините, когда президент России выступает и говорит, извините, у меня много китульных наций. Помните? Чеченые, татары, я так и свяжу. Я же не упал, но я вот русский. Упал я недавно, вот до этого, пока в Крыме не случилось. По телевизору показывали. Говорят, вы кто? А я русский. Так вы фашист? Фашист? Нет, ну серьезно. Вот это было буквально недавно. Дело в том, что в Крыме надо определиться самой в этом понятии. Вот совершенно верно. Надо обменяйся. Вот Россия. А теперь они теперь к русскому народу кидают вот эту кость. Украина тоже говорила, мы украинцы. А оказалось-то, не все так понимают. А оказалось-то, что там есть, как сказал президент, оказывается, там есть русские. Ну и в Америке есть русские. И в Америке есть русские. И в Германии есть русские. Русские есть везде. Везде. Да? Все. Давайте. В Германии очень плохо с телевидением. Туда надо тоже войска везти. Да. Давайте, направо ведущего сейчас дам слово. Давайте превратимся в базар. Да, и можно. Пусть говорят. Мы уже так сейчас говорим, что уже никто никого не слышит. Ну давайте. Давайте. Несколько мыслей по ходу того, что Сергей сказал. Я после Ильи был еще. Значит, России нужно думать о русских и народах, которые здесь живут. Не о русских, о России. А России. А России. Вот кого России. Говорит, что вот русские. Это я. Я сказал о том, что сегодня тенденция к сепаратизму. Она очень сильная. Согласны? Она сильная очень. Мы это не замечаем, потому что мы об этом не говорим. Но я вам скажу. Вот я просто был там, и я знаю. Она сильная тенденция. Естественно. Понимаете? И вот эту тенденцию, ее раскачать очень легко. Поэтому мы сегодня, хорошо все это вот внешняя политика, это здорово, там Украина. Но, а мы почему о наших людях не говорим? Телевидение молчит. Да, молчит. Вот смотрите, сепаратизм обычно опирается в последнюю эпоху нового времени на такое понятие, как нация. То есть выделяются нации, самоопределение нации. То есть нация, там допустим, татар. Они скажут, мы нация, мы отдельная нация, хотим отдельным государством. Уже отделились. Уже отделились. Татарстан. У них особые... Татарстан. В составе российских... Подождите, Горно-Алтайская республика есть? Широкая автономия. Еврейская автономия есть? Есть. Татарстан есть? Хочешь русскую автономию? Нет. А вот при чем речь тогда? А что говоришь? Сибирская. Сибирскую автономию? Вот Никитин же говорил, сибиряк, да? Я услышал. Он говорит, кто там? Сибиряк. Он говорит, что такое сибиряк. Что такое сибирьк? Это не сибиряк. Я ничтожный сибиряк. Это не сибиряк. Нет, сибиряк она не сибиряк. Так вот. Все это опирается... Сибиряк, как правило, опирается на концепт нации. Вот албанцы, мы нации, да? Отделимся. И так далее. вот на украине я за национальность за государство образующего меня интересует вопрос на украине сейчас голову поднял и вовсю так сказать держит украинский национализм представляется что это все-таки продукт западной украины то есть украинский национализм это запад западноукраинский национализм который сейчас захватил всю украину основоположник украинского национализма шевченко родом из российской империи но это его приписали основоположник то есть это как бы не совсем и им надо какие-то свои корни вопрос собственно нашим украинцам новосибирске а есть лишь может ли вообще быть россии цир центричный украинский национализм то есть национализм которая украинский который ориентирован на союз россии они они на антирусский проект на нереализации артирусского хорошего вот то что мы сейчас видим это украинский национализм чисто как антирусский проект только очень хорошим национализм здоровым хотим единое государство украинское но в союзе с россией вот так позитиваю салют на осидах ума есть на полной национализм как уже коллега говорил это то кем я себя определил я украинец за мной и монгольские предки есть но я украинец я выращен украинской культуре и я вижу разницу между русской культурой и русской историей и украинской истории да здесь много раз подчеркивалась украина каждый раз поднималась и государство украине отнимали россия россия ну российское руководство или как можно назвать 134 раза запрещала украинский язык и реализовывал это достаточно упорно что защищать диссертацию в советском союзе я прошел это у мероприятия нужно было только на русском языке и мои украинские коллеги которые на украине они защищали точно также на русском языке чем кончилось как же политика украинизации коленизации наоборот для себя когда во главе нашего государства стоит президент секретарь цккпсс простите не фюрер вождь стоит которому памятники при жизни ставили он что махнул рукой украинизации в махнул обратно рассел русификация меня это меня воспитали воспитали представителей народа мой преподаватель математики сказал так что когда придут немцы ты будешь гешефтман а не меня его как губернатор севастополя и с тех пор я однажды в военкомате сказал я в соответствии с конституцией ссср здесь в новосибирске я уже был напишу письмо председателю брежневу с просьбой переначить мою фамилию из военных документов сменяю на меня его мне сказали вы знаете поймем мы вам выправим как вы хотите то есть конституционное право утверждало мою в национальную идентичность а практическая жизнь народная жизнь она давила на мою национальность в эстонии меня писали меня его два в россии все старались написать меня его потому что понимали смысл моей фамилии мою культуру немножечко понимать а я нес им свою культуру говорю пользуйтесь пожалуйста поменять фамилию поменяли фамилию конечно ну а вы говорите еще чтобы дали длилась и стерва были они длились еще мной заниматься это было бы много чести мне и мы не делали вы своей истории подтверждаете факт что в советском союзе велась русификации почему вашу фамилию поменяли по вашему когда я сопротивлялся а я еще бандеровцы блюдо ненавидим украинский язык школа не продавали потому что это были как и подавать украинские не преподавали тревожим в россии в россии не в россии не республики преподавали в казахстане преподавали казахский причем всем русским до украине все документации за вас только на русском документация в школе преподавали и стихи писали у меня поэтесса украинская меня на юрная тетка украинской написала но раз нужно все таки вот вопрос если национализм есть про русский национализм почему есть он понимаете говорят украинские националисты российский да нет я вообще я сейчас просто хочу туда зайти вот понимаете порой вот бывает встречаешь интересно русского который больше и украинский национализм чем украинец он так знает украинский вот так любит украину что никогда вот тут же быков помните этот наши режиссеры прочего к вам любим украин да этот быков актер а леонид рожанин да вот смотрите вот где он максима перепелицу играл вы видите человек так любил украину мотиву даже больше другого украинца я так люблю песню украина вот и все понимаете она когда всем за душу берет и понимаете и был встречаешь игру русского которые больше в украине чем украинец и украинцы которые больше русский понимаете и вот вы говорите вот этот он не был такого отношения к войне что там как бы две дурные диалоги он конечно был человек очень советский да он был советским он очень сильно любил украина всегда штатного по шикарного играл украинцев советский патрино это был до советским все таки очень сильно любит уже помните как это помните помните когда пойдут старики не знаете где мы сейчас воевали где мы сейчас воевали мы же пролетали какая разница нет не было совсем другое и земля совсем другая вы смотрите замечательный замечательный человек у нас есть портрет он называется национальная культура а туда много уходит и как землю пахать и как борщ варить и как стихи кстати сергей хороший пример то есть удаление леонида быкова как человека пророссийского про имперского любящего украину я считаю что таких людей сейчас наша власть я говорю вот вы говорите что на украине растили вот этих вот я решили это а в россии их не растили их также здесь расти я когда выступал говорю когда юмористы украджас когда смеялись над украиной когда всячески у этот я говорю когда мы собирались помню когда только вот это все дело шло это мне мне удивительно было не вру и капли просто работал и давать и ващенко зарплата что такое как пока украина нам флот не то есть понимаете вот это было на кого сейчас у меня идет украинский фестиваль украинское кино идет фестиваль я что-то в каком-то учреждение знать его просто так вот украинский зачем нам здесь мы эти смотрят на меня такими глазами игру как зачем здесь же живут украинцы игры не только украинцы приходят на фестиваль русские понимаете и русские приходят карпатское золото показывал недавно кстати вот вы посмотрите карпатское золото мы кстати тоже очень интересны там фашист когда говорит это украина она вы украинцы когда вот этот там у него был украинец который там в горячине воевал то есть эта дивизия с горячина кто у нас должен был тогда уже сталин что ли нас украинцев мы хотели за украинцем не без идеалисты идеалисты идиоты украина всегда будет с колонией потому что здесь скрещиваются чьи-то всегда интересы и вот это он это сказал вот он советские актеры сам приступать еще немного единственное замечание если украина попадает под европу как горячина допустим это холопа в составе россии тоже еще хуже брежнев на месте стояли грузин андропов еврей понимаете вот у нас сейчас в союзе украина плохо нет украина жива лучше чем украина украина была там особой были усмирить да кто там лучше кто-то лучше сейчас за 20 лет мы же далеко ушли и вот это очень тяжело сейчас я хочу сказать уже мнение вот такие что вы хохлы и вы не хохлы и вы тут шли и татары а я вот за границей скидка работал в бой лесаре всегда до всех называли у меня был один азербайджанец другой армянин и узбек мы все были русские все до одного да и давай армянин жил там вообще всю жизнь так сказать да он по-русски то разговаривал то есть еле-еле а его назвали русским он у себя горнялся что я русский я говорю ты армянин и какой армянин Милёв называет это суперэтнос и вот я вам скажу я вот в нашей вот был в этой мэрии и сказал там людям они говорят как вы относитесь к возвращению Крыма я говорю захвату Крыма я отношусь отрицательно потому что я идеалист я верю что когда-нибудь мы братские народы все равно вот сколько веревочки не висит мы все равно когда-нибудь объединимся потому что это судьба наша но вот эту судьбу когда мы получили крошки со стола вместо того чтобы получить Украину мы получили Крым я говорю я говорю Я говорю locally duskin я говорю Крым я говорю крыму как и даже сейчас я говорю даже сейчас я говорю я говорю да я говорю да Вantu AWS mimac Eskin ребенка сейчас ничего не порядок один доктор небесно он фарта викторской то и он не говорил про круто он не говорит сынок ты знаешь это такая земля говорит да она говорит всю жизнь как вот только люди появились на земле вот они начали за нее драться и вот она говорит вот этот крыс говорит да он были мавры потом пришли там и перебили мавров потом пришли какие-то еще перебили и так всю дорогу идет и идет и идет и идет понимаете жемчужина такая то сказать во всех отношениях украинцы сказали что мы получили крым они получили украину крошки со стола это потому что присоединение крыма это только начало я в это верю и вот вы говорите не надо вмешиваться в украинский конфликт украинский конфликт надо вмешиваться но вмешиваться с умом и чтобы получить гарантированный результат захватить захватить сейчас донецк допустим и луганщину да это и не не решив никаких вопросов дальше в киеве это неправильно поэтому я надеюсь что наше руководство понимать что нам не нужна обрубок украины которые имеют территориальные претензии к российской федерации которые будут накачивать вооружением натовскими базами и так далее против то есть создавать кулак против россии нам не нужен кусок украины в виде донбасса допустим нам нужна вся украина я я бы сказал так федеральная украина составе в идеале составе евразийского союза федеральной украины в составе разрушу федерально вот мы сибирскую я говорю не дальневосточную сибирскую республику мы не хотим я против этого понимаете молодцы я тоже у нас здесь так сказать вам кстати будет интересно у нас что у нас в каждом районе же силу беда большое село так вот крепко да там конкретно их оттуда выслали сюда замечательные люди я очень люблю меня это все знают на гуси и охотиться каждый до открытий село белое у них украина миниатюре да все на мой у них один из немеца ты же немчина живут отлично прям супер таскать как все плане вы доскаете ну как создали своими не украину при том призем что-то сказать с русскими там там же русский же никогда вообще не вот вы говорили про западные украинцы греко-католики вот у нас сейчас создаются вот этот вот греко-католики они так настроены против россии но ребята но я греко-католик я что настроен против россии никогда не настроен у меня нет всегда он у меня всегда, он мой отец закончил Академию имени Ленина, он у меня комиссар по образованию, извините, военный внутренних войсках, то есть он еще школу НКВД заканчивал, еще до этого понимаете, и он меня он меня уважал он меня всегда воспитывал в уважении к культуре других наций к культуре, не просто к культуре а к вере других наций вот у него приходили вот не поверите, люди там так благодарили приходили всякие староверы ну брали же всех в армию советскую он кого-то в хозгод запихает кому нельзя оружие держать ну, чтобы на вышку он не попал кому-то это, потом люди благодарили вообще приходили, говорили спасибо а я с людьми встречался, он говорит какой у тебя отец, ты даже не представляешь какой у тебя отец и вот он меня всегда воспитывал уважение, а если мы сейчас будем извините, это замечательно я говорю о том, что сейчас со средством массовой информации вот сейчас вы и сказали вот заявка на Украину западу ребята, вот проскользнуло в этом самом кто у нас погром устраивал извините в Одессе когда начали поднимать кто? и там мужик, кстати, тоже выступал по телевизору все как-то пропустили это вы знаете, что там ребята были из Карковщины из Днепропетровска а кто там? западной Украины ни одного западноукраинца было сообщили, когда в Славянск бросили батальон западной Украины они отказались стрелять первое, когда, извините, в Киеве когда вот эти вот, ну, некоторые пускай элементы объявили что вот русский язык нам не нужен извините, во Львове радио на каком языке стало говорить? до этого говорил он украинском один день, больше следующего извините меня, но я знаю я общался с львовянами я общался с греко-греко-греко вот мы здесь живем прекрасно православные, греко-католики, католики я вам про что я говорю мы прекрасно ладим а у нас сейчас нам посредством массовой информации опять западные украинцы и насчет понятно наша цель вся Украина наша цель вся Украина потому что мы можем ладить нет Сергей, ты без разницы давайте две минуты дадим Борису все, замолчали все люди наше будущее совместное наше будущее единое это ну просто наша история от нее отрекаться да, это наша земля и так далее без разницы кто там ее пахал тем не менее кровью кто поливал кровью кто поливал, да, тем более это наше будущее это наша история от нее отрекаться нельзя национальности и все прочее это второстепенный фактор самое главное это идея а она я считаю и у славянских всех племен и у тех кто проживает на территории России и Украины она одна потому что в культурах есть эта вещь это как раз прибыль это точнее не прибыль а труд это как раз честный труд и развитие мы так созданы мы должны мы наша миссия именно трудиться нести культуру культуру нести добро другим народам людей в космос запускать развивать этот космос считать науку, медицину, образование и так далее но все-таки культуру своих предков надо беречь и культуру своих предков надо беречь я про то понимаете я вот не могу сказать я гражданин мира я этого не понимаю я реклику по поводу культуры ты говоришь надо нести культуру средства массовой информации вот к примеру да фашисты бандеровцы и так далее вот власть нелегитимная киевская власть не украинская власть киевская власть это все средства массовой информации и я встречаю педагога носителя культуры я в вышиванке пришел на мероприятие и она вылупила глаза и говорит а зачем сюда хохлы пришли а я и говорю вас кацапу культуре учить ну это конечно такое такое надо вывзал то вывз массовой информации это скопление неразумных людей да 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 дело в том что это продукция массовой информации ты знаешь что их много этих неразумных и поэтому очень много а почему мы здесь собрались сегодня вот чтобы как раз кацапу в культуре учить это очень много и вот это я скажу что против западной украины западной бандеры они настроены против украинцев они и против восточной настроены потому что я смотрю в очереди за картошкой и люди говорят им никто не объясняет они все со своей точки зрения да ну извините а все же вот про все же про киевскую власть извините но я смотрю на них так сказать да был закон о избранном президент как бы там ни было хороший плохой ну извините был плебисцент так сказать да проведите конституционный мероприятие пришла так сказать вообще кучка кто по это самое тут и вылез туда 40 миллионов кучка собралась временно до 40 миллионов вообще не знала когда они туда пришли где они были 40 миллионов вы не говорили представьте себе вот президент президент просто нам просто вот представьте СБУ то есть ФСБ украинское было полностью за этого президента у него поддержка была и он только сел на вертолет и улетел как хотите без меня а теперь говорят что они не летят его 10 лет власти вели могли бы это стать какими же а в своем стреливо да президент должен умереться со своим народом президент избранный народом он должен умереться со своим народом он не должен застрелиться на вертолете я не защищаю Януковича но в тот момент единственный законный метод сменить власть было убить Януковича Янукович просто как заяц бегал по Украине да брось ну что убить его зачем он убить он сейчас в Ростове сидит и он его убивает вот сейчас я вам даю гарантию вот если бы кто-то хотел его убить делать нечего убили бы давно даже бы в Ростове в Китае везде убили либо с Украины вот и не выпустили с Ростове не выпустили понимаете что самое если бы так все просто то сейчас Янукович под охраной его выбили бы дамы вот именно а получается тот амекдот они уловили Джо вот почему не уловили потому что никому не нужен вот и все да никому он нужен зачем можно сказать сейчас не знают а так и голова отрубленная медуза Горгона да уже не получится сейчас сейчас может и нет но единственный законный метод заменить Борисов что убить Януковича ой уже услышали не надо повторять давайте я подошли нет ребят вы все забываете Россию где тоже кучка людей произвела переворот два раза и расстреливала Белый дом мы об этом молчим мы не говорим что-то тем не менее просите у меня же голос тем не менее я Илья ничего личного проси но я первый раз за время беседы согласен со всех столов если бы ко мне в страну я будущее руководителем Российской Федерации прилетел бы вот президент того государства которое 20 лет назад заявило о своей незалежности типа что она крутая и самостоятельная я бы послал его бы назад хоть бы пусть он здоров бы под танками президент должен находиться со своим народом обязан в любом случае при любых обстоятельствах или я подвел точнее я подвел бы его под статью бы там трусость холадство бегство там поставил бы просто кремо диссидента как бы на меня бы не смотрели бы и отправил бы нас украина все понятно поэтому я прости но это не дело убегать я не защищаю я не защищаю вандустан который будет банда которая будет постоянно нам пик это самое будет война как в Сирии будет вот западная Украина и восточная Украина уже часть России или не часть России туда съедутся все экстремисты со всего мира туда съедутся все русскоговорящие отчего до уедут идиотов тысяч пятьдесят как ныне на 140 миллионов найдется извините поэтому туда будет постоянно такая помпа вот к чему западную Украину культуру свою когда сюда приедут все эти экстремисты и нам с вами начнут я думаю что наши туда поедут скоро наши ребята они уже там они уже там дело в том что по интернету показывают я не знаю я просто показывают львовский городсполком когда его там захватили эти ну там Майдан или кто там захватил не знаю дело в том что выходит русский русский с русской фамилией откуда там он где-то по-моему из Саратова он говорит да я вот здесь в гурусполкоме Львова столицы как говорят украинского национализма и бандеровства я русский да он говорит по-украински чисто а он говорит оттуда да то есть он там руководит еще вот этими вот людьми понимаете вот так Сашко Белый было да народная власть в рулете 18 регионов народная власть пришла это не как Сашко Белый такая власть по-моему так мы тут можем себе устроить вообще на нас Ленин так сказать а куда они взялись если в 17-м году так сказать мы даже чуть полякам так сказать не нравились Ленин почему не нравились пришли в Польшу начали вешать там сказал пил сутки а ну кыш вон отсюда с Волота и с Волота покатилась в 21-м заходим почему давай подвожу итоги ведущий подвожу итоги то что я конечно тему обозначил изначально мы далеко ушли поэтому получился базар наверно но я внимательно этот базар пытался слушать все-таки извлечь из него какие-то мысли честно говорю мысли какие-то извлекаются значит скажу прямо люди собрались здесь даже диаметрально противоположных взглядов но диалог у нас получился получился мы в принципе сказали то что хотели то что услышали я может быть могу сейчас я там не согласен категорически всем вопросом я не стал орать я вообще сидел вас с удовольствием слушать спасибо вам всем послушать как говорил я хотел рассказать даже историю наших взаимоотношений взяв с Киевской Руси из самой разницы а почему понимаете сейчас такое пошло что да есть хоть 10 минут когда мы будем компоновать это кино нас слушать никто не будет и смотреть вот это никто не будет там можно несколько передач сделать понимаете надо сделать возможно я наложу свое выступление сверху да а почему вы нет вы не обидите я вам дам вы послушаете мое выступление по истории наших взаимоотношений потому что мне сегодня и сейчас его не рассказали не дадут никто не дадут понимаете вы послушаете про Даниила Гарецкого конечно надо бы упомянуть с этого это истоки тех разломов которые у нас начались это истоки истоки даже раньше пошли истоки начались от того что Юрий Долгорукий начал метаться от Владимирско Суздальских краев там до Киева пытался несколько нет не надо Боголюбский Боголюбский первый который жжет извините Юриев и перенес стол Юрий Долгорукий начал метаться от киевского стола и искать на севере земли он начал основывать Москву Дмитров Переслав Залецкий понимаете и в то же время он несколько раз брал власть в Киеве вот этот разлом начал потом его руки его сын Андрей Андрей Боголюбский правильно говорит тоже сжег Киев потому что пошли противоречия оттуда а Данил Калицкий был уже лет через пять лет через семьдесят там уже конкретный разлом он стал первым королем он присоединился это видимо была основа заложения униатской вот этой веры когда он присоединился к папе значит это он православный но он перешел в интересы папы то есть что такое униат вы крекокатолики вы православные униат находитесь в интересах папской унии понятно значит вопрос этот я обсуждать сейчас не буду но я хотел вот эти вопросы коснуться откуда пошли наши разломы они пошли разломы пошли пошли все не думаю сейчас я не хотел этого почему их надо касаться они интересны они обманят они не доступны но когда идет такой базар их бесполезно касаться А вот в истории наверняка вот этот разлом, переход в унию, это, ну, как бы, самый нервный, такой прямо нарыв. Яркий, потому что там рухнул из Византии, значит, папа, значит, пообещал византийцам помощь, образовали эту унию, а он обманул, пошли униаты и пошли там. Мне кажется, она говорит, с 45-го года, вот 45-й год надо брать, так сказать, за начало отчета, потому что к 45-му году, так сказать, да, все вот эти противоречия, грубо говоря, так или иначе, все равно, они претерпели такие, столько людей, так сказать, поменялось. Второй вопрос я еще хотел коснуться, это присутствие украинцев на земле Сибирской, потому что они пришли еще с Ермаком, знаменитый Никита Пан, такой же атаман, как и Ванька Кольцо, они были знаменитым атаманом, и потом пошли еще во времена всяких разбломов тоже украинцев ссылали сюда, в Сибирь. А кто был Ермак-то вообще-то? Нет, ну в Сибирь все ссылали, не только украинцы ссылали. Ерема был Ерема, ладно. Заселение Сибири. Кстати, сегодня отнес бумагу в мэрию, хочу поставить памятник первопроходцам Сибири. Марк Бин? Да, нет, ну, нет, это, локтю. Он стоп, че? И среди них, да. Памятник локтю? Нет, нет, локтю просто отнес бумагу, здесь хочу поставить памятник первопроходцам Сибири, потому что везде, в США есть памятник, в Аргентине. Да это искреннее спасибо. Вот в Канаде, и среди этих, то есть там будет группа, как бы вот это, там, кстати, впереди будет Ермак. Давайте присоединись, да. Ермак, понимаете, вот представьте, вот Ермак с булавой, то есть булава это символ казацкой власти, это была. Булавой, который он вот 90 градусов, то есть покажет вперед, а сзади идут трезросские, украинец и женщины с детьми, понимаете. И вот эта композиция, представляете, через какие вот люди перенесли вот... Говорит на сознание, на подсознание будет. Конечно, конечно. Это будет намного лучше, чем украинцы. Украинцы, украинцы шли в Сибирь, очень сильно шли в Сибирь. С царем, понимаете, он был мог с царем сибирским, ему уже говорили, говорят, становись с царем сибирским. Он сказал, ради объединения. Ради, да. Объединения, он понимал. Ну это сейчас мы дойдем до того, что Толоконский первопроходит с Красноярск. Да причем не с Толоконский? Ему сказали, он пошел. С Красноярской республики. С Красноярской республики. Давайте закачивать. Помогите, пошел без силы, без царами, без силы попер. Западные украинцы казаками себя считали. Приказали, и пошел. Дернулся, пополесили. Мои предки были запорожскими и казаками. А сделали меня греко-католиком, сделал меня. Спасибо ему. Это наш батюшка Тихон, наш митрополит Новосибирский и Бирский. А почему сделал? Потому что мы сколько раз обращались. Будь любезен, пожалуйста, батюшка, сделайте нам службу на украинском языке. Все. Знаете, делать вид, как будто он не замечает. То есть, настолько он здесь железной рукой правит. Настолько железной рукой. В русских понимаете, ему ничего не... Я говорю, извините меня, у меня будет украинская служба. Хотите вы, не хотите. И я пошел, извините меня, в греко-католическую. И там мне вот так сказали, да, будет у тебя украинская служба. Пожалуйста, приходите. И видите, все, какие проблемы. А мои предки были запорожскими. Более того, атаманами были. Они, извините меня, воевали. И за кого они воевали? Думаете, они просто за Украину воевали? С тем же крымскими татарами они воевали за Россию. Когда, извините, крымские татары грабили Россию. Кто грабил, извините меня, кто своей грудью защищал Россию? Казаки. Казаки защищали. Запорожские казаки. Сколько жизней. А сейчас, президент, бедный, несчастный крымско-татарский народ, который вот он бедный. Я не против, говорю. Но я скажу одно. Вот это моя, честно. Самый обездоленный, самый бедный, самый беззащитный в России русский народ. Понимаете? Потому что они приезжают вот с этих республик, где их резали, с восточных республик. Резали со страшной силой. Они сюда приезжают и гражданство не могут получить. Они ждут бомжами. Они приезжают. Да? Да. И гражданство не могут получить, когда их показывали по телевизору. Это что, нормально? Это ненормально. Ненормально. Это ненормально, это понятно. Горячане себя казаками называют? Нет. Горячане – это люди независимые. Это европейская традиция. Он права был равен с королем Данилом Галичанином. А здесь казаками называли. А казак – это обездоленный человек, который должен был удирать от пана, от кого-то там. Казак – это лыцарь. Ты отлично знаешь это. Это, извини меня, воевали. Лыцарь – это тогда, когда его брали за одно место. Да, да, да. Хорошо. Давайте заканчивать. Когда закончат съемки, значит, я еще как съемки заканчиваю. Все.